Да, кризиса нету. Нету кризиса. Потому что существуют люди, сделавшие свое имя. Существуют также торговые предприятия и предприятия сферы обслуживания, которые тоже сделали себе имя. Ну, мы не можем конкурировать физиологически с Александром Сидельниковым, который ведет передачу «Зеленый остров». Он действительно профессионал своего дела. Но про «Зеленый остров», про фирму «Зеленый остров», который располагается здесь, на Советской 79, и на пересечении улицы Советской и Труда, мы поговорим. А точнее, сегодня протестируем те приспособления, благодаря которым вы можете, не напрягая собственную спину и собственные руки, заниматься своим садом, своей дачей. Да, в общем, многое чем можно заниматься. В то время, когда все находятся в состоянии кризиса. Ну, так вот, свои помидорчики – это лучшее средство от кризиса. Умение гражданина России, а точнее СССР, включать мозги, было оценивано и оценивается правительствами большинства продвинутых стран. Нежелание правительства СССР дать возможность своим гражданам жить нормально, тоже объяснимо. Но весь мир уже давно, со времени изобретения двигателя внутреннего сгорания и электромотора, жил нормально. А мы мечтали, грезили о снегоходе Тайга, мотоцикле Ява и Мотобуги. Купить все вышеперечисленное было нереально. И мы, вполне реально, в позе ракообразного десятки лет возделывали картофельные поля, пырхались с навозом, единственным свободно лежащим удобрением. Сейчас, даже просто зайдя в супермаркет и зеленый остров, сложно не приобрести и не задуматься о том, что недельная, месячная, вселетняя рабская работа в саду или огороде, домика в деревне – это вопрос, решаемый за несколько часов. Вот это мечта поэта, мечта, к которой я вернулся. Вернулся ровно 12 лет назад, как прошло, как я вернулся к этой мечте, потому что 97-й год, Соединенные Штаты Америки. Замечательный фильм мы делали с Андреем Кивовским. Одноэтажная Америка. Не только одноэтажная Америка. И вот там я попробовал, что такое дринг, что такое драйв и что такое газонокосилка. Так вот, вот они такие агрегаты, очень популярные в Соединенных Штатах Америки. Сейчас, ну, конечно, для нашего приусадебного дома они подойдут, только дом должен быть, наверное, располагаться не в черте города. Потому что, потому что производительность вот этого газонокосильного агрегата, она потрясающая. И можно выкосить и гектар, и даже два. И гольф-поле в том числе. Ну, если у вас нет таких амбиций, а травку вы все-таки решили прибрать, либо сделать красивый газон, то огромный ассортимент техники и ценовая категория. Кстати, от 10 тысяч рублей. Вот так вот. А, а еще на такой технике гонки устраивают. А еще с помощью такой техники, такие деньги зарабатывают. Ибо клюшки для гольфа стоят, в принципе, недорого. А гольф-менеджер зарабатывает на аренде поля. И зарабатывает немало. Это абсолютно бесплатный совет тем, кто не знает, чем заняться. Тот же, кто живет по принципу, лучше за 5 минут сделать, а потом весь день отдыхать, выберет к себе в помощники технику от зеленого острова. Махом взрыхлит поле. Нарежет борозды для картофеля. Удобрит землю. Задушит сорняки. Смонтирует систему полива. Выкосит лужайку. Соберет затем урожай. Сдует в одно место опавшую листву. Измельчит все. И сложит в компостную кучу. Перепашит в зиму огород. И это ничего, что я так быстро перемотал весь садоводческий сезон. Во столько примерно раз ускоряются все дела. И увеличивается производительность. И это реально. Но о том, сколько здесь техники представлено, это уж специалист. Я про другое расскажу. Сколько стоит ваше драгоценное здоровье. И операция на позвоночник. Если у вас смещенные диски. А они у вас у всех смещенные. У тех мужиков, у которых есть работа достаточно тяжелая. На комбинате, допустим. Так вот, операция стоит примерно 60 тысяч рублей. Но вам предстоит еще, как и мне, в общем-то, покопать на огороде. Копал я свой огород. И с детства все думал о том, когда мотокультиваторы я смогу приобрести. Ну, так вот, вот сейчас можно их приобрести. Потому что здесь, в Зеленом острове, есть любые ценовые категории. Ну, теперь давайте попробуем. Спахать целину. Буквально вот здесь, рядышком. На улице Советская, где основная база располагается. Вот мы взяли мотокультиватор. Я его назову по-старому. Мотоплуб Руберт Элит. Как вы уже видели, фрезы здесь добавляются. И ширина захвата. Добрый метр. Убираем транспортировочное колесо. Кстати, вместо ней устройств можно и колесики прицепить. И тогда это будет уже транспортер. Что меня всегда бесит в технике, которая делалась в Советском Союзе. Ну, во-первых, бензопилу Дружба вместе с Тайгой завести проблемы. Сейчас. И благодаря мощному насосу это делается легко. Так. Что здесь есть? Здесь есть реверс хода. И прямой ход. Итак, добавляем и поехали. Мощные фрезы буквально врезаются. Еще раз говорим. Кайф. Так. Вот уже буквально 30 секунд. Видно то, на что мне бы потребовалось. Ну, минут, наверное, 20. Все. Домик в деревне есть. Приеду сюда. Обязательно куплю. Цена вопроса 26 тысяч рублей. С такой производительностью. А земелька-то. Посмотрите, что перемолото. Это не вам лопатку. Да позвоночник. Да еще грабли. Все готово. Ну, осталось только убрать сорняки. И что мы здесь будем садить? А вот за этим обратимся к Александру Сидельникову. Он все-таки специалист в вопросах посадки и растениях. Хотелось, конечно, перечислить. И остановиться конкретно на моделях. Но вы меня сразу на взлете подстрелили. Потому что мотокультиватор это одно. Мотоплука это другое. И вообще, что можно делать с этими устройствами? Ну, вообще, мотокультиватор техника такая многофункциональная. Допустим, культиватор от мотоблока отличается чем? Культиватор предназначен для вспашки земли, для окучивания картошки, для выкапывания ее. Вспашка земля как фрезами, то есть до мелкого измельчения, так и плугом, как это делается под зиму. Все это идет в комплекте к культиваторам. Мотоблок отличается от культиватора тем, что в комплекте у мотоблока, как правило, идут колеса. Он предназначен для перевозки тележки. И на мотоблоках имеется либо шкив отбора мощности, либо вал отбора мощности для подсоединения навесного оборудования. Допустим, косилки заготавливают сено, либо щетки, либо у снегоуборочной машины, либо насоса для откачивания воды. Как правило, в мотоблоках идет две скорости вперед обязательно и одна назад. Двигатели у них уже идут профессиональные, гильзованные, то есть американские, либо наши, либо японские Субару. Ну и теперь, конечно, немножко сбавив обороты, про цену вопроса и что можно купить и насколько это доступно. Ну, купить можно все. Все зависит от того, какие у вас потребности. Допустим, если у вас небольшой участок, ну, обычный садовый участок, 6 соток, из которых сотки две занимают постройки, остальное подгрядки и кусочек картошки, то можно приобрести небольшой аппарат стоимостью от 14 тысяч просто для возделывания земли. Он предназначен для мягкой земли. То есть, если у вас земля жесткая и довольно-таки большой участок, либо не один, как это правило обычно бывает всегда, то есть себе берешь, там кому-нибудь еще, тестью, родителям, то есть тогда лучше взять хороший аппарат, большой, весом от 50 килограмм, но он специально предназначен для возделывания жесткой земли. То есть, чтобы возделать жесткую землю, необходим вес. Ну и давайте поговорим про срок окупаемости. Ведро картошки сейчас уже под 100 рублей стоит, да? Помидоров, баночка уже 200. То есть, в принципе, возможно, вернувшись на круги своя, к своему любимому садовому участку, используя ваше оборудование, ну, скажем так, ликвидировать некоторую проблему с пищевыми продуктами на каждый день, потому что свое, оно всяко вкуснее. Ну, да, конечно, особенно в период кризиса. Ну и, как вы уже заметили, что со спиной потом люди приходят к нам, смотрят на цену. Да, конечно, цена на некоторые аппараты кусается, но когда спина начинает болеть, уже вспоминают, что есть такая техника, и все равно приходят и покупают. А покупают еще потому, что у нас гарантия на всю технику, что мы продаем, и сервисное обслуживание, после гарантийный ремонт. Работаем мы давно, и, как бы, жалоб еще не было. То есть, нам незачем обманывать людей. То есть, можно картошку посадить, даже не наклоняясь практически? Да, практически, да. То есть, наклониться только один раз, чтобы поменять навесное оборудование. Ну, я смотрю, как слово «кризис», которое мы назвали, вас не коснулось. Люди приходят, люди смотрят. И, опять же, я не Александр Сидельников, чтобы перечислить все ваши преимущества. Но есть одно, что я могу перечислить. Насколько я убедился, садовый участок может быть даже и не электрифицирован. Да, большой выбор генераторов. Двигателями, опять же, Робин Субару. С гарантией, ну, отличного качества. Ну, и в завершение сюжета. А завершать сюжет бы не хотелось, потому что рассказывать есть действительно о чем. Может быть, мы сюжет и не завершим на этой мажорной ноте. Что хотелось бы сказать. Да, сюда приезжают и очень в большом количестве люди, и не самые бедные. И вот они покупают себе мотокультиваторы. Потому что, ну, всех немножко задолбало, когда приходится напрягать свои спинные мышцы. Точнее, мышцы спины. Сейчас не напрягаться, не задумываться. Не надо. Потому что работает серьезно. На ногах стоит сеть «Зеленый остров», которая предлагает вам все возможные приспособления для садового участка и для собственного дома. Хотите произвести эксперимент? Это для тех, кто еще здесь не был. Выберите самого интеллигентного человека, который, соответственно, ни разу не был в «Зеленом острове». Или опытного садовода со стажем. И приведите сюда. Я вам гарантирую. У интеллигентного человека 100% вырвется вполне неинтеллигентный возглас удивления. А садовод превратится в пятилетнего ребенка, который захочет, чтобы ему купили игрушку. И даже отойдя от темы механизации, заявленной в сюжете, понимаешь, что круто, грамотно, удобно и продуманно. И тема купить или построить дом, вырастить ребенка и посадить свой «Зеленый остров». Причем при желании и ждать, пока вырастет дерево не надо, весьма актуально. Когда один человек солирует, это, конечно, интересно, но иногда утомляет. Когда рулит сеть «Маганфо», это тоже здорово. Тем более, когда есть круглосуточное вещание на канале, опять же, «Маганфо». Вот бы здорово получилось, если бы мы дуэтом спели, а лучше трио. Представляете, грубая рабочая сила – это Леха Челейкин, мозговой и атакующий центр – это Александр Сидельников. Кстати, зову все, приходи, эфира много. Да, ну и «Зеленый остров». Только вот грубая рабочая сила имеет еще и мозги, потому как в свое время и неоднократно спинку приходилось лечить. Поэтому все, что надо сделать грубо, сделается руками, а точнее щупальцами мото-культиватора, либо мото-плуга. Если необходимо травку выкосить, то же самое можно. Если не хочется платить за постоянно увеличивающиеся тарифы на электроэнергию, то в вашем садоводческом хозяйстве это тоже можно сделать. Два киловатта, блин, вот так, за глаза, для того, чтобы ваш домик был освещен. Круглый год, кстати. И все это можно сделать, то есть усовершенствовать свой дом, усовершенствовать свой труд, не сломать себе спину вместе с сетью «Зеленый остров».